Евгения Кравчук с нами на связи, член украинской делегации, парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская депутатка. Евгения, мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. 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 Собственно, естественно, эту новость понесли, к сожалению, как украинские телеграм-каналы, так она начала распространяться и на западный твиттер. Ныне это Икс. Высоколобые эксперты начали говорить о том, что Украина отжимает у своих граждан, их же, начнем, к примеру, с недвижимости. Вот пункт о принудительном отчуждении частного либо коммунального имущества для нужд государства. С бюрократического на реальный, человеческий. Как это касается, к примеру, украинских военных, которые находятся в Авдеевке и заходят в условные квартиры граждан Украины. Относится ли этот пункт к этим случаям? Каким еще он относится? Ну, это, конечно, лучше адресовать эти вопросы юристам, а не политикам. Я могу с точки зрения просто здравого смысла объяснить, что значит. Собственно, в самой конвенции есть эта 15-я статья, которая допускает во время военного или чрезвычайного положения ограничивать частично права. По сути, военное положение и вот все эти пункты, которые есть, это комендантский час, это, в принципе, свобода передвижения. И, возможно, кто-то и захочет, например, подать в ЕСПЛ судовый позов о том, что в 2 часа ночи его остановили и штрафовали за то, что он нарушает комендантское время. А на самом деле у него есть право на передвижение. Вот чтобы не было таких нелепых случаев, то мы сразу говорим, что да, у нас военное положение. Да, когда вы проезжаете блокпост, вас могут остановить, открыть багажник. Я вот только что заехала в правительственный квартал, и машина тоже, независимо от того, я депутат или нет, остановили, проверили. Ну, потому что есть такие правила, особенно во время военного положения. Что касается имущества, то, помните, также было очень много новостей, что сейчас будут машины забирать. Ну, о чем идет речь? Например, когда идет наступление, да, и нужно там остановить продвижение, могут использоваться в том числе там частная или коммунальная техника, там эти все самосвалы или, ну, техника, которая там может что-то вырыть, какой-то окоп. Вот, ну, пример, как это может использоваться. И, понятно, есть еще территориальные ограничения, потому что Украина сказала, что у нас, ну, понятно, границы Украины такие, какие они есть, какие были в 91-м году, но мы не можем как страна гарантировать права людей на оккупированных территориях. Поэтому в этих ограничениях также мы записали, что, к сожалению, Украина не может защитить своих граждан на оккупированных территориях. И если их права там будут нарушены, то это ответственность оккупантов. Еще я также хотела с вами обсудить пункт о праве на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, а также право на забастовки. Мы в Украине понимаем, что этот пункт значит, но у нас есть зрители в разных странах, и мы понимаем, что пропагандистские средства массовой информации так или иначе могут этот пункт подать абсолютно иначе. Вот по сравнению, например, с запретами в России выходить уже даже одиночные пикеты там не разрешаются. Хотя по закону вроде как разрешаются, но никому, конечно, такие пикеты не дают проводить. Вот о чем здесь в частности речь? Речь идет, конечно же, опять же, о положении военного станка, потому что во время военного положения митинги, демонстрации, особенно если это очень много людей, это, конечно же, из-за меркуваний в беспеке, их нельзя проводить. Потому что, конечно же, это будет всегда и целью диверсантов, и целью, ну, у нас и ракеты летают. Поэтому мы видели, что вот вчера в Одессе просто прилетело ракета в место, где нет никаких военных объектов. Трасса здоровья, где люди гуляют, гуляют с собаками. Пять людей сейчас погибли. Ну, любые скопления, массовые скопления, если это не укрытие, а манифестация, они же не в подвале происходят, это, конечно же, всегда риск. Ну, и плюс у нас же гибридная война, и я уверена, что ФСБ хотело бы провести какой-то там митинг против, значит, нелегитимного Зеленского и показать по картинке, что, ну, вот смотрите, что происходит. То есть это, конечно, ну, понятное ограничение во время военного положения. Так же, как и понятно, почему право на свободные выборы не может быть реализовано во время полномасштабной войны, потому что ни люди, которые находятся непередовой, не смогут нормально проголосовать, не смогут быть кандидатами, невозможно обеспечить безопасность, если, ну, например, ракетные атаки весь день, ну, и миллионы наших соотечественников, которые за рубежом, и тоже у них может, ну, они не смогут реализовать полноценно свое право. Также важный аспект, собственно, вот этого отступления, хотя бы я отступлением не назвал бы это от прав человека, потому что, ну, военный стан, да, в Украине началась война не по вине Киева, не по вине, там, украинских граждан. Есть также одна манипуляция, которая довольно часто используется в целом на западную аудиторию со стороны российских пропагандистов, о том, что это состояние военное, да, оно не будет прекращено после окончания военных действий. Якобы официальный Киев, там, чуть ли не президент Украины, украинский парламент, они хотят ограничивать права украинцев и в дальнейшем для того, чтобы... Я понимаю, картинка бредовая, Евгения, но это нужно разъяснить. Для контролирования, собственно, жителей Украины, граждан Украины, иностранцев, которые попадают на территорию Украины, с какой целью, не совсем ясно. Ну, вот, тем не менее, в каком случае отменяется вот предписание, которое в ЕКПЧ были отправлены, в какой момент это будет происходить? Ну, как только будет прекращено военное положение по территории Украины, это, кстати, ну, вот, вспомните, 15-й год, было АТО, да, и тогда мы тоже приостанавливали эти наши обязательства, но на конкретных территориях и по конкретным пунктам, не по всей территории Украины. А сейчас у нас полномасштабное отторжение, и у нас война в каждом регионе, потому что ракета летит в каждый регион, и комендантский час есть, и диверсионные группы, и так дальше. Поэтому это будет зависеть от юридического статуса. Конечно же, украинцы, ну, и власть украинская не будут никаким образом эти все ограничивать права при нормальном состоянии дел. Более того, мы же понимаем, что после прекращения войны, через какой-то период, я не знаю, там, сколько, минимум 6 месяцев, это должно быть прописано в законе, пройдут выборы. И это как раз и есть та часть прав, которые будут возвращаться после окончания войны. Ну, и напомню, что все-таки Украина – это кандидат в члены Европейского Союза, и нас проверяют даже сейчас по разным пунктам. То есть мы так страхуемся от того, чтобы там не было спама и там 30 тысяч каких-то позов в ЕСПЧ. А в то же время и европейцы, и другие наши партнеры будут каждый квартал проверять, в том числе права человека, в том числе свободу мысли, так, как это возможно в военной стране. Потому что журналисты могут писать о чем угодно, рассказывать о чем угодно, но не могут показать там прилет. Это есть ограничение в законодательстве. Или публикация в социальных сетях «Ой, смотрите, к нам прилетело». Это свобода слова? Нет, конечно. Это не свобода слова, потому что это наражает на небезопасность других людей. Евгения, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Зрителям напомним, что с нами на связи была Евгения Кравчук, член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.